Впервые в Самаре приобретут в муниципальную собственность готовые помещения, чтобы разместить в них ясельные группы детских садов. На эти цели в городской казни предусмотрено 194 миллиона рублей, из которых 165 средств федерального и областного бюджетов. Напомним, одна из основных задач национального проекта «Демография» – обеспечение 100% детей до 3 лет местами в дошкольных учреждениях к концу 2021 года. Для ее решения в Самаре создают дополнительные места для малышей. С начала года в дошкольных учреждениях дополнительно открыли 60 мест. Сейчас рассматривается возможность выкупа четырех помещений для создания ясельных групп на первых этажах домов. Одно из них находится на улице Физкультурная 103. Там могут разместиться пять ясельных групп для 82 детей. Как отметили эксперты, помещения находятся в хорошем техническом состоянии. Все те помещения, которые были комиссией просмотрены, которые мы посетили, они могут быть рекомендованы администрацией города для приобретения. Только при условии, если эти помещения в полном соответствии всем законодательным нормам. Дополнительное учебное пособие по предмету «Окружающий мир» может появиться у начальных классов. Оно будет называться «Дневник юного эколога». Специалисты отмечают, это важно для экологического воспитания детей. Школьники научатся раздельному сбору мусора и бережному отношению к природе. Сейчас экспертам необходимо изучить содержание нового пособия и провести внешнюю экспертизу. Только после этого его внедрят в образовательный процесс. Дневник юного эколога – это проект, который в большей мере должен быть ориентирован на формирование у детей опыта, практической деятельности и знаний в области охраны окружающей среды. На заседании общественного совета показали возможную новую модель аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений. Она представляет собой портфолио, тестирование и защиту стратегии развития образовательной организации. Как считают специалисты, такой метод аттестации станет одним из факторов профессионального роста преподавателей. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.